Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья. Почему это люди, все мы и множество других людей приходят в храмы, присоединяются к Церкви Христа, при том приходят, невзирая на порой чудовищную критику в адрес Церкви, даже хулу. И мне подумалось, а не потому ли, что это место, куда все могут прийти с уверенностью, с уверенностью, что они любимы, что они будут приняты как братья и сестры, как дети или как родители, будут приняты с лаской, с благоговением, с заботливостью. Мы любимы Богом. И Церковь – это то место, где Бог нас встречает своей любовью и лаской, своей спасительной заботой. Место, где никто не лишний, где каждый желанный, где нет чужих, где все, по слову апостола, свои и Богу, и людям. Конечно, приходят люди разные. Говоря образно, Одни из нас приходят во всей силе, во всей славе, духовной зрелости и здравии. Другие приходят, как дети, не затронутые, не запятнанные злом и грехом, только порой им раненые. Но приходят и люди, как, вероятно, большинство из нас, которые прошли через жизнь и которых эта жизнь ранила. Слепые, которые больше не видят света Божьего, сияющего, искрящегося на всем, сияющего на каждом человеке и из каждого человека. Слепые, которым видимое закрыло зрение на невидимое. Для которых мир стал узок и темен, как тюрьма. И которые в церковь приходят потому, что в ней раскрывается простор, глубина, ширина. В ней есть свет. В ней есть жизнь. А приходят еще и люди, которых жизнь изувечила. Приходят люди, которые извечали во внешнем мире, которые уже клонятся к земле, в которых как будто уже только теплится вечная жизнь. И все мы встречаемся в церкви, потому что каждый из нас услышал, что здесь есть жизнь, здесь есть надежда, здесь торжествует Божия любовь. Притом услышал не слухом, а душой и сердцем. И каждый из нас любим. И поэтому каждый из нас спасен. Потому что любовь Божия крепче смерти, крепче греха, крепче зла. Любовь Божия – жизнь для нас. И каждый из нас услышал, что эта любовь Божия познана и людьми, и что хоть несовершенно, не всегда всем сердцем, потому что мы ранены, все мы больны, все мы увечены. Однако и мы друг друга умеем любить, жалеть, терпеть и даже прощать. Как видите, мы приходим в храм, потому что услышали, что есть жизнь и что здесь бьет ключом источник жизни. А иные же вступают на этот путь греховными, еще не очищенными, еще больными, еще ранеными. и с какой же жалостью, с какой лаской, с каким трепетом должны мы к ним относиться, когда они приходят. А другие в этот корабль церковный вступают уже обетшалыми, потерявшими как бы надежду на собственные силы, надеясь только на поддержку другого, на заботливость, на ласку, на жалость. И вот о тех апостол Павел сказал, «Вы сильные, несите немощи слабых и в другом месте друг друга тяготы носите, тяжесть взаимную несите, и так вы исполните закон Христов». И размышляя таким образом, понимая, что все мы принадлежим к тому или иному разряду вышеперечисленных людей или групп людей, и все мы нуждаемся друг во друге на этом пути, приходящих в храм. Мы вступаем в недели, когда раскрывается перед нами сила Божия, когда Церковь перед нами разверзает пути Божии, когда нам видно, как действует Бог, как Его благодать может человека преобразить, сделать, как мы говорим в Церкви, новой тварью. Какой ценой это совершается Богом? ответ прост и одновременно архисложен. Цена этому всему крест, ужас гефсиманского сада, распятие, богооставленность, сошествие в ад. вот мера божественной любви и торжества Божия. И вот почему в этот воскресный день хочется сказать всем нам. примем друг друга лаской, любовью, все друг другу простим. Мы будем петь сегодня вечером в наших храмах воскресный канон, возлюбим друг друга, рцем друг другу братья и всем простим все воскресенье. Потому что не простить в канун Великого Поста это значит остаться во тьме, когда мы стремимся к свету. Не простить в этот день остаться рабом греха, когда мы ищем свободы. в конечном итоге не простить это значит сохранить вольной волей в себе семя смерти и жало смерти. Когда мы ищем, желаем воскресенья, молим о нем, стремимся к нему. Порастим же в этот день друг другу все. Все, чем мы друг другу досадили, чем мы друг друга оскорбили, унизили, все, что мы сделали, совершили безумно в помрачении ума, в безумии сердца, в нетрезвом колебании воли, в бунте плоти. все простим друг другу и начнем этот путь великого поста. Но будем помнить, этот путь нелегок. На этом пути мы будем неверны своему желанию, сердечному, своему собственному устремлению, не будем верны ни Богу, ни самому лучшему, что в нас есть, но вспомним слова Серафима Саровского, что важно начало и конец пути. Так вот, начало – это наше теперешнее покаяние, это наша открытость друг ко другу, это наша готовность быть друг другу своими, а не чужими, друг друга тяготы носить, любить друг друга ценой страданий, боли, креста. А конец – это радость встречи Пасхи Господней, встречи Воскресения, вступление в Царство Божие, в вечность, в торжество и победу. И вот на этом пути, который наступает с завтрашнего дня, будем друг друга поддерживать. Те, кто крепче, поддерживать немощных. Но все, все, все без остатка терпеть друг друга, нести друг друга. Как носили, как поддерживали друг друга израильтяне, когда вышли из Египта в землю обетованную. Когда стариков несли, больных поддерживали, раненых укрепляли, детей на руках несли, крепких призывали на помощь. Вот так будем идти из недели в неделю к Пасхе Христовой. И поверьте, тогда с какой радостью мы сможем друг друга обнять, облобызать, не льстивым поцелуем Иудой, а радостным пасхальным поцелуем и сказать, что воскрес Христос, что побеждена смерть, что ночь пришла к концу, что воссиял новый день, вечный уже теперь для нас. И какова же будет радость этой встречи. И пусть сила Божия, которая в немощи совершается, сделает невозможное возможным и из нас земных сделает детей Царство Божие. Да будет это в каждом, в каждом из нас и для всех нас. А еще в завершение этой передачи теперь я хочу просить всех слушающих эту передачу простить меня. Простить, что я, которому Господь поручил и о вас заботится через это слово силой души, так, может быть, порой мало это делаю. Простите. И через это откройте и мне путь к прощению Божьему. И пусть сила Божия, как было сказано прежде, которая в немощи совершается, сделает невозможное возможным и из нас земных сделает детей Царство Божие. Да будет. Да будет это в каждом, для каждого из нас и для всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok